Сила Божия течет в вашу жизнь Сила Божия течет в вашу жизнь Слушай, я предлагаю руки к тебе, к твоим рукам Сила твоя постечет в мою жизнь Сила твоя постечет в мою жизнь КОЛЕЛУЯ! Однажды она смотрела служение апостола Владимира по телевизору И Бог исцелил ее! Друзья, на те же документы врачи подтвердили это исцеление! Это чудо! Тесты нет! Друзья, на те же документы врачи подтвердили это исцеление! КОЛЕЛУЯ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 потому что смута потому что не позволяет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я встречаю людей, друзья и я говорю привет и я говорю привет как дела? отлично! у меня все супер и он мне присылает свои фотографии какие-то там и я смотрю все на это, знаешь да я вот да у меня уже движение такое да у меня уже людей столько я учусь я делаю все возможное и я делаю все возможное и на 25 минуты и на 25 минуты и на 25 минуты и на 25 минуты ты選 жизнь ужас я так попал я теперь должен деньги и там теперь я должен и той партии служить теперь я должен и этим людям угождать теперь я, ой, если бы мне как тебе на островах я хочу, чтобы как мне на островах надо искать Царство Божье люди, друзья, устроены и когда дьявол мучает душу и когда дьявол мучает душу вы знаете, я приехал в Днепр когда я приехал в Днепр я очень сильно молился вы знаете, что я промолился около 14 лет по 8 часов в день и поверьте самым моим главным учителем знаете кто? боль 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 потому что я видел как раз каждый раз когда я ошибался или делал неправильный выбор там где меня обманывал дьявол я все время терпел боль и дьявол контролировал меня через это и послушайте что случилось как только я приехал в Днепр после пятилетнего миссионерского путешествия с Викторией и тремя детьми и трех детей я понял что я ничего не могу я помню, я молился и я узнал что приехал один проповедник в Днепр и проводил конференцию и я не был в его церкви но я вдруг раз и почувствовал как я вас учил в мгновение секунда что я должен пожертвовать ему пять тысяч долларов у меня не было таких денег в тот момент у меня даже тысячи не было пять тысяч долларов в то чтобы Бог помог мне и дал мне мудрость и я прибежал и сказал самым близким помощником мы начали молиться Боже я вижу свою славу помоги я молил Бога друзья за три дня пришли эти деньги пять тысяч долларов слушайте слушайте я попросил с ним встречи мне бы не дали с ним встречи я был вообще никто чтобы попасть даже туда где собираются пастера надо было иметь 50 человек а у меня не было 50 человек и я не было 50 у меня было 40 знаете что она стоит и спрашивает у вас есть 50 человек она стоит и спрашивает у вас есть 50 человек девушка вот такая молодая девушка и она стоит я стою перед ней как будто я стою перед ней есть и она видит что я вру так есть или нет и она мне дала этот пропуск и мне дала этот пропуск да я проходил все это чтобы я там посидел и послушал что он будет говорить и знаете я взял и потом меня подвели к нему я стоял на колени и говорю я молюсь о том чтобы Бог дала мне мудрость для Днепропетровска и я говорю я прегу Дио потому что мне дала сапенца для Днепропетровска помолись пожалуйста за меня прега я говорю знаете меня было назвали помолиться великые люди говорят вот приехал великый человек пусть он за тебя помолиться а я говорил я не пойду и я спешу они говорили почему и мне сказали почему Бог свидетель потому что я говорю потому что в Библии написано никогда не иди к пророку с пустыми руками и если я хочу чтобы что-то произошло я должен иметь в своей руке что-то на что отреагирует Бог жертва которая приобретет мне благоволение аминь теперь теперь послушайте интересно было то что когда я пожертвовал эти деньги я ушел и в моей душе пришел какой-то мир в моей И я начал потихоньку понимать что мне нужно делать. Я тогда не знал того секрета о котором говорю вам сейчас. Но я двигался в нем можно сказать наученный Богом. И у меня начало получаться. И у меня 40 человек перешло на 50, на 70, на 80, на 90, на 100. И на 130 застряло. Дальше там уже по-другому надо было. И у меня на этом мудрости не было. И вот послушайте что интересно. Я вам рассказываю реальные истории, друзья. Реальные истории. Диавол нападал на мою душу и смущало его. И я дома так страдал. И я так мучился от того, что можно. Почему? Почему? Я имел такой мир. И вот слушайте внимательно, теперь все, все, все. Я имел такой мир. Когда было 40 человек. И я имел мир. И все само росло. И все само росло. И я cresцел до само. Но сейчас 130 человек. Но сейчас 130 человек. Мы заказываем по тысячи brochure. И ни один человек не приходит. И меня это просто приводило в ужас. Вы знаете, было очень тяжело. И я вам расскажу еще одну историю. Которая произошла. После небольшого времени. Я поехал на конференцию как вы. Я летел долго. Я летел долго. Я летел долго. Я летел. Конференция была две недели. Я находился на этой конференции. Я всю конференцию что-то ждал. Ничего не происходило. Представьте, вообще ничего. Наоборот. Я смотрел и думал что я здесь делаю. В самый последний день у меня была встреча с лидером этой церкви. Я зашел к нему в кабинет. Я никогда не зашел как я вам говорил с пустыми руками. У меня было 15 тысяч долларов. Я взял эту жертву и говорю это моя жертва. Я стою. Мы начали разговаривать. Буквально несколько минут. И вдруг он говорит ты вернешься домой и сразу же и повторяет и сразу же Бог даст тебе очень много денег. Очень много денег. И я смотрю а он не останавливается. Поднялся и стал передо мной и говорит сразу же это будет как только ты приедешь. И он даст тебе очень много денег. Очень много денег. И это уже будет твой уровень который будет рассидаться дальше. И он говорил это и говорил. И мы с ним проговорили так минут сорок потом просто о духовных вещах и я улетел домой. И я улетел домой. 16 февраля была. И я вернулся. Я вернулся. Друзья, 3 марта. Карие мои, 3 марта. Через 2 недели. Че 2 недели. Вы не поверите но Бог благословил меня домом за 350 тысяч долларов. И абсолютно новой машиной салона Мерседесом за 100 тысяч долларов. Казалось это могло прекратиться. Нет! Оно не прекращалось. Оно наоборот набирало обороты набирало и набирало и набирало. Потому что Бог он бывает смотрит на то как ты слушаешь. Как ты слушаешь. В Библии написано имеющему прибавиться а у не имеющего отнимется и то что он думает иметь. И именно это место писания, друзья, оно относится не к деньгам. Еще раз повторяю не к деньгам. Не к деньгам. Я говорю в эфир. Не к деньгам. Ловите, я говорю, а вы в эфир. Почитайте внимательно. Что говорит Иисус? Что говорит Иисус? Он говорит, смотрите, как вы слушаете. Ибо кто имеет кто имеет тому прибавится. А кто не имеет тот не слушает. Кто не слушает. У того отнимется и то что он думал иметь. Поэтому сегодня пятый день я могу быть уставший. послушай, я был две недели уже с утра до вечера. Я был очень уставший. Но ты знаешь что? Когда он говорил, мои духовные уши были открыты. Дьявол, как вы думаете? Приходил и говорил мне, слушай, зачем тебе отдавать 15 долларов? 15 тысяч. Ты сам в нужде. Дьявол говорит так, или нет? Смотрите, как вы слушаете. Не слушайте дьявол, он всегда принесет смуту. Через смуту он заблокирует действия Духа Святого в вашей жизни. Когда ваша душа наполняется миром, тогда Дух Святой начинает лить, буквально на тебя лить. Дух Святой внутри нас и тот кто в нас больше того кто в мире. Аминь? Поэтому вся битва идет за душу. Чтобы душа заблокировала. Чтобы душа буквально забетонировала духа ослабила тебя духовно. И что не удовлетворила? Дух Святой духа у них церкви я вам говорю потому что я с ними лично разговариваю и он говорит Володя, я уже полгода ни разу не молился но он выходит в воскресенье проповедует людей а вы можете что-то получить или нет? если нет ни слова, ни рема ни отковения, ничего вы можете получить вы задаете с вопросом и у вас вывод, знаете какой? виноват не проповедник виноват дьявол не, знаете что? проблема в том, что у вас просто нет откровения откровения оживляет рема оживляет, дух оживляет сегодня когда я говорю, это дух слова мои, Иисус говорил как дух и жизнь когда ты их слушаешь и когда ты начинаешь двигаться начинаются чудеса чудеса, чудеса чудеса наше сердце наполнено благодарностью и любовью каждому из вас спасибо за ваши молитвы мы благословляем вас и ваши семьи пусть мир божий наполнит ваши сердца этот прекрасный саммит который стал ответом для миллионов людей вышел благодаря вам, дорогие партнеры это был не просто саммит а было обрушение его славы в зал и на каждого кто был онлайн по всему миру сколько людей которые пережили реальное прикосновение Бога родились заново сколько получили исцеление от болезней от смертельных приговоров сколько людей которые встали с инвалидных колясок и мы каждый день слышим свидетельство Божьей славы если ты еще не партнер я призываю тебя помолись Господу и прими решение стать партнером благодаря тебе видение, которое дал мне Бог как апостолу принести Евангелие и Божие присутствие в каждый дом на планете будет возможно осуществить с помощью твоей финансовой поддержки я благословляю каждого человека кто решил стать партнером мы хотим, чтобы вы знали мы любим каждого из вас мы молимся за каждого из вас чтобы стать партнером посетите наш сайт или напишите нам пусть Бог укрепит вашу веру субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok